Не стоит забывать, что помимо коронавируса существует еще немало тяжелых болезней, которые с появлением COVID-19, увы, не сдали своих позиций. 11 апреля отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, недугом от которого нет спасения. Что это такое и на какие симптомы стоит обратить внимание в следующем сюжете? Паркинсон – одна из самых страшных фамилий, которые можно услышать в кабинете у невролога. Ее носил английский врач, который подробно описал загадочную болезнь. Самый известный ее симптом – дрожь во всем теле – в четверти случаев отсутствует. Но есть и другие признаки, по которым можно определить начинающийся недуг. Первые признаки, чтобы заподозрить, это нарушение обоняния, это склонность к запорам, нарушение сна. И вот если такие симптомы появляются у человека, он должен обратиться к врачам. А еще движения у больных замедляются, становятся скованными, сильно напрягаются мышцы и появляется апатия. Все это напоминает обыкновенную старость, поэтому заподозрить болезнь у пожилых пациентов становится трудно. Хотя именно у них Паркинсона обнаруживают чаще всего. Тем не менее, среди людей помоложе он тоже встречается. Больше болеют люди пожилого возраста. Но в последние годы все болезни помолодели, в том числе и болезнь Паркинсона. И пациенты где-то от 40 до 60 лет составляют 33% больных болезнью Паркинсона. Распознать болезнь можно не только по симптомам, но и благодаря диагностике. Аппарат МРТ показывает изменения в мозгу человека, которые помогают врачам поставить правильный диагноз. Это видно только на аппаратах высокого разрешения, от 1,5 до 3 Тесла. Пациенты не всегда у нас хорошо лежат на обследовании, потому что особенность нашего аппарата – это то, что исследование длительное. И пациент длительно должен неподвижно лежать. При болезни Паркинсона это, конечно, трудно. Если диагноз все же подтвердится, то за пациентом начинает наблюдать специализированный врач – паркинсонолог. По словам специалистов, на сегодняшний день лечение заболевания достаточно эффективно, если принимать препараты, которые можно получить бесплатно по федеральной льготе.